только мудрый человек знает что уповаем на господа а что такое уповать верить доверять надеяться и вот наше сегодняшнее ключевое слово уповать а тема сегодняшнего дня у нас будет испытание всем привет это ваш ведущий дмитрий копайкин сегодня мы будем задавать вопросы нашим прекрасным 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 археологом привет михаэль как тебе лагерь хорошо привет андрей как дела как тебе лагерь как дома как по жизни куда мы сегодня ходили что заклад был на море тебе понравились вкусные для чего это было сделано может быть показать что жизни самое важное для нас это библия как началось сегодняшнее утро на началось кто у нас главный герой чем библия для тебя является главной движущей силой в жизни это помощь это спутник это компас послушайте как же все таки повели себя друзья даниила и как бог не благословил как только народ слышал звук труб свирели и всяких музыкальных орудий падал на колени и поклонялся золотому истукам несите ко мне немедленно в ярости закричал царь туда будет тебе известно царь что мы богам твоим служить не будем может ты боишь думаешь над тобой будут в власти смеяться знаю одно что эти насмешки эти испытания это и есть как бы эти огненные печи образные ненастоящие бог испытывать веру именно в этих ситуациях останешься за верным ему или нет чтобы быть верным нужно уповать на бога запомните мудрый уповая на бог благословен человек который надеется на господа и которого упоманее господь и 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 дальше что у нас и и и и и нам уже загружены специальные карты карты которые есть какая-то графическая Есть карта измерения глубины и высоты. А когда в очень часто это сходит? Давайте летом. Летом. И сегодня... И сегодня... В периодику. И знаете, вот сегодняшний день показал нам, что вот на Бога действительно можно уповать. Он нам дал прекрасную погоду. Да, Ирина? Да, ребята? Да! Слава нашему Господу! Помог силен сохранить даже от огня? Не может быть. Ну что, говорится. Быть такого неудачного. Ой, коллега, как вы думаете, что с ним будет, если мы его подвергнем испытанию огнем? Сейчас и это сгорит, и все, так что все нормально. Нет, посмотрите, огонь есть, но не сгорает. Перестан гореть. Слушайте, я это сгорел. Видите, даже если научный эксперимент показывает, что то, что должно сгореть, может не сгореть, а Бога приглашает на праздник. Тем более, нашим Богом возможно все. Не переживайте, он скоро придет. Садись. Он пришел! Он пришел! А я же говорила, он придет. Сегодня мы будем на катаре в этой контрольной работе. Но она тогда не знала, что у коровы она будет любопыт. Так это же не так, как она работает. Ксюша, ты тоже получила пятерку подорога. А все остальные девочки получили двойки. Потому что вы украли со стола не ту контрольную работу. Тут 4 миллиона евро. Можете пересчитать. Я думаю, что этих денег особо достаточно, чтобы я прошел сквозь эти замечательные врата. Вы скажите мне, почему ваша одежда такая грязная? Да, может это и правда, что вы добрый человек. Вот книга, которая изучала всю свою жизнь. И я отвечу тебе на самый сложный вопрос, который ты мне задашь. Я приношу тебе 3 миллиона 612 тысяч 548 молитв. Да, молитва это хорошо. Но обращала ли ты внимание на то, какая грязная твоя одежда? Мистер Ангел, я не понимаю, что случилось? Она прошла, ничего не дам вам. Почему? Почему вы ее пропустили, а она снег? Заметили ли вы? Ее платье белоснежное. Она омыла его в крови Агнца, как написано в Откровении. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Слышали ли вы, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха?